Три забега, две медали. Воспитанница спортивной школы ИКАР Мария Девяткина достойно выступила за сборную Нижегородской области в первенстве Приволжского федерального округа. Соревнования по лёгкой атлетике среди юниоров проходили в Ульяновске три дня. В составе эстафетной команды 4 по 200 метров Мария Девяткина заняла первое место, а в личном зачёте спортсменка взяла бронзовую медаль в беге на 400 метров. Результат на данный момент хороший, потому что я бежала в этом сезоне первый раз свою дистанцию, это 400 метров, но по технике в принципе всё было хорошо. Но ошибки всегда есть, недочёты тоже. Я думаю, я их постараюсь исправить и уже через две недели на первенство России я покажу достойный результат. Начало сезона – это самый разгар интенсивных тренировок и подготовки, поэтому соперники не давали друг другу расслабляться. Хотя, как признаётся Мария, на первенстве по лёгкой атлетике царил не столько соревновательный дух, сколько дружеская поддержка. Тренер также доволен результатом своей воспитанницы, ведь спортсменка смогла пробежать на соревнования по определённой технике. Мы, получается, целый месяц провели в Кисловодске, мы там тренировались, потом приехали сюда, уже продолжили тренировки здесь, в Сарове, и с начала января где-то начали подводиться к ПФО. Мария Девяткина занимается лёгкой атлетикой уже около 10 лет, и на каждом соревновании она стремится показать высокие результаты, особенно на первенстве России. Все призовые места Марии – это её упорный труд, жёсткая дисциплина и целеустремлённость, которой можно только позавидовать. Мне нравится бегать, мне нравится улучшать технику, мне нравится что-то смотреть, всякие видео в том же Ютубе, да и просто в Инстаграме очень много всего интересного оказывается. То есть это не просто стало побежало, нужно именно по какой-то технике бежать, именно нужно так много выносить, стопочкой толкаться. Это очень всё забавно. Сейчас лёгкая атлетка готовится к первенству России среди юниоров, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 15 по 17 февраля. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей Саровской. Продолжение следует...